Бразилия хранит секрет. Большой секрет. Вольные просторы в сердце страны. Самая известная часть Бразилии – леса Амазонской сельвы. Неосвоенные центральные равнины служат домом самым необыкновенным животным на Земле. Здесь, в экстремальных климатических условиях, разыгрываются настоящие драмы. Это место может быть и адом, и раем на Земле. ДИКАЯ БРАЗИЛИЯ Пир гигантского муравьеда. Центральные равнины в центре Бразилии когда-то занимали 2 миллиона квадратных километров. И даже в наши дни они простираются на 300 тысяч. Эта часть Бразилии в 10 раз больше заповедника Серенгети. Невозможно представить более разнообразную фауну, чем здесь. Возможно, самый странный местный житель – гигантский муравьед. У муравьедов узкая специализация. Они приспособились питаться муравьями и термитами. Последние – создатели многочисленных термитников среди травы. Крепкая стена защищает этих общественных насекомых от большинства хищников. Но не от муравьеда. Он вооружен длинными когтями на мощных передних лапах. Ни один термитник не выдержит такого штурма. Стена разрушена, и муравьед извлекает насекомых длинным липким языком. Он 60 сантиметров длиной и легко проникает вглубь термитника. Слизывая несколько особей за раз. Муравьеду нужно съедать за день около 30 тысяч термитов. Но в каждом термитнике он лакомится всего лишь несколькими тысячами. Причина этому – сами термиты. Солдаты-термиты атакуют незваного гостя независимо от размера. Возможно, муравьед понимает, когда лучше уйти по количеству насекомых, кусающих его за язык. Термиты спешат восстановить свой дом. Они используют смесь грязи и слюны, чтобы заделать бреши в стене. Работать нужно быстро. У них много врагов на равнинах, в том числе некоторые виды муравьев. На этот раз термиты не успели закончить ремонт. Отряд муравьев нашел разрушенный термитник и атаковал. Защитники пали в бою. Муравьи крадут личинки и яйца. Казалось, битва проиграна. Но прибыло подкрепление, и термиты дали отпор. Их единственная функция – оборона. Они готовы умереть ради спасения колонии. Муравьи отступили. Жестокое сражение принесло много потерь. Но колония уцелела. Термиты удвоили усилия. В конце концов, термитник был восстановлен. Муравьед проходит более пяти километров в день на своих странных когтистых лапах, чтобы утолить свой голод. На своем пути он встречает других причудливых обитателей равнин. Если термиты – архитекторы этих мест, то броненосцы – это инженеры. Они постоянно копают, разыскивая еду, строя убежища. Старые тоннели пустуют недолго. Скоро их занимают кроличьи сычи. Кузнечик для этих маленьких птиц – богатая добыча. А сами они могли бы стать добычей гривистых волков. Это самое крупное псовое в Южной Америке. Но в основном оно охотится на тех же насекомых, что и сычи. Двое насекомоядных пристально следят друг за другом. Гривистый волк охотится в одиночку. Здесь нет крупных стад травоядных животных, чтобы прокормить стаю волков. Это одна из загадок бразильских равнин. Здесь очень мало крупных животных. И нет крупных стад при таком изобилии травы. Самка муравьед бродит в поисках надежного укрытия на ночь. У муравьеда не только необычные когтистые передние лапы и удлиненная голова. Хвост у них тоже своеобразный. Но у него есть функция. Широкий хвост служит одеялом, укрывая мать и ее детеныша от ночного холода. После долгой прогулки в поисках термитов матери нужен сон. Но у малышки другие планы. Она хочет играть. Голод детеныша в сочетании с его любопытством беспокоит самку. Малышка достигла опасного возраста и жаждет познать мир. Но пока предпочитает остаться в тепле возле мамы. Равнины страдают от экстремального климата. С течением времени местность становится все суше и выжить здесь все труднее. Но на севере и востоке условия еще суровее. Покрытые растительностью просторы постепенно сменяются причудливыми пейзажами. Засуха тут – обычное дело. И можно точно знать лишь то, что будет трудно. Скальные обнажения напоминают неприступные стены замков. Здесь живут крупы обезьян-капуцинов. Пытливый ум и сообразительность помогают им находить пищу даже в самых необычных местах. На время к обезьянам в скалах присоединяются калибри. Они сражаются между собой и пытаются спастись от свирепых ос. И снова улетают, оставляя скалы капуцинам, которым эти суровые края служат домом. Группа возглавляет доминантный самец. Это не просто огромный задира. Он достаточно опытен, чтобы знать, где найти еду и воду в этой недружелюбной местности. После редких дождей влага скапливается у основания скал и служит драгоценным питьевым источником. Деревья долго сохраняют листву даже в засуху. Вожак поведет группу в землю обетованную. Но это будет трудный путь. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Запасы воды иссякают, но пока ее достаточно. И осталась кое-какая пища. Субтитры создавал DimaTorzok После еды можно и вздремнуть Поблизости обитают другие жители засушливого северо-востока, научившиеся приспосабливаться к этим спартанским условиям Горные свинки живут гаремами – один самец и несколько самок с детенышами Самец охраняет свою скалу и деревья рядом Дождевая вода стекает по камням и питает корни деревьев, которые в результате дольше остальных сохраняют листву Это залог выживания горных свинок Они собирают листья круглый год Если отсутствие осадков, не обернется настоящей засухой Горные свинки соседствуют здесь с другими животными, многие из которых научились жить среди скал, как и сами свинки Трещины и расселены в скалах помогают горным свинкам спасаться от хищников В том числе и от удавов Заметив змею, эти грозуны пищат, предупреждая своих собратьев в окрестностях скалы По мере того, как змея подползает, ближайшие к ней свинки продолжают пищать Чтобы сбежать успели даже те, кто сам не заметил ее Благодаря такой системе оповещения горные свинки прожили еще один день Но запасы еды на исходе А дожди – лишь далекое воспоминание Обезьяны обдирают кору в поисках насекомых Горные свинки доедают оставшиеся листья Большинство деревьев здесь уже лишилось их А дождя можно прождать месяцы Равнины тоже серьезно пострадали от засухи Броненосец редко появляется днем Это ночное создание Но голод заставил его выйти наружу в разгар жары Дождей с нетерпением ждут все животные А пока им приходится нелегко Постоянно пребывая в поисках еды Самка муравьеда носит своего детеныша с собой Она плохо видит, но находит термитов с помощью тонкого обоняния Даже тех, которые не строят термитников, а живут под землей Слегка перекусив, муравьед двигается дальше В устойчивом микроклимате внутри своего жилища и вечной темноте работают многие десятки тысяч слепых термитов У каждого из них своя функция в сложном сообществе, управляемом королевой Она огромная машина для откладывания яиц Способная прожить более десяти лет Королева вырабатывает химические вещества, феромоны Которые слизывают и передают друг другу рабочие термиты Так она контролирует колонию Она может откладывать до тысячи яиц в день И пока она откладывает их, одно за другим, рабочие доставляют ей пищу Яйца относят в специальные ячейки, под опеку рабочих термитов Снаружи, на смену безжалостному солнцу, наконец пришли тучи Скоро хлынет дождь КОНЕЦ Но вместо дождей Из-за ударов молнии начинается пожар Пламя быстро охватывает сухую траву Термиты в безопасности в вентилируемом укрытии, защищенном прочной стеной Но остальным животным не так повезло Кроличьи сычи укрылись от огня в старой норе броненосца Пожар распространяется все дальше, подгоняемый ветром Утром взору открывается чудовищное зрелище Муравьед ищет своего детеныша Малышка мертва Она стала жертвой ночной бури и пожара Малышка мертва От катастрофы выигрывают только падальщики Снова гроза Но теперь она приносит долгожданный дождь Свежая трава пробивается из пепла Через несколько дней равнины начинают зеленеть Из огненного ада превращаясь в настоящий рай на Земле Субтитры создавал DimaTorzok Растения набирают силу и богатая флора привлекает полчища насекомых Всюду слышно жужжание и шорох крыльев Дожди затянулись на недели И рай даже стал немного болотистым Короли и королевы термитов Теперь могут летать Они ждали пока вода смягчит почву Прежде чем образовать пары И создать новые колонии На гектаре их может вырасти до сотни И в воздух взлетают миллионы термитов Огромные тучи живого источника белка Не остаются незамеченными Обезьяны и грунки в растерянности Повсюду так много насекомых Муравьед использует удачный момент И с удовольствием лакомится крылатыми термитами Птенцы кроличьего сыча выбрались из нор И быстро учатся ловить насекомых Но этот жук слишком крупный для молодых птиц Птенцы должны познакомиться с миром В том числе с тем, что представляет угрозу Большой ястреб опасен для них И сычи спешат в укрытие Кроме юных сычей Здесь есть и другие пернатые малыши Нанду Самая крупная птица Южной Америки Самец Нанду Внимательно следит за желторотыми подопечными Равнины большей частью зазеленели И почему на них не пасутся большие стада антилоп Остается загадкой Влажными ночами во время сезона дождей Разворачивается невиданное зрелище На стенах термитников собираются светлячки Они живут под землей вместе с термитами Свет привлекает пролетающих насекомых Но этот путеводный свет Лишь приманка Это дьявольское зрелище Длится несколько недель Во тьме сверкают глаза Охотника совершенно иной природы Его добыча тоже совсем другая Ночью на промысел выходят Гривистые волки Волк чувствует запах пищи Но это не насекомые Это фрукты Дерево, известное здесь как волчий фрукт Мастер выживания Толстая кора защищает его от пожаров Его крупные плоды поедает гривистый волк Тем самым распространяя семена Ночью пробуждаются и другие создания Те, кто является разгадкой Тайны бразильских равнин Отсутствие больших стад травоядных В одном термитнике могут жить Несколько разных видов термитов Всех их кормят рабочие Смело выходящие наружу Под покровом ночи Каждый вид трудится по-своему Одни строят крытые ходы Другие перемещаются под землей Они приноровились питаться Низкосортной едой Свежей и высохшей травой Древесиной и корнями растений Термиты способны потреблять Лишенную полезных веществ траву Которая не прокормила бы Большие стада травоядных Возможно, это и есть Разгадка тайны Пустующих равнин Самка гривистого волка Вернулась накормить щенков Они пока что зависят от еды Добытой родителями Пройдет еще год Прежде чем детеныши Научатся добывать пищу сами Скоро период изобилия кончится И молодняку придется Впервые в жизни Пережить сухой сезон Но как бы ни сурова была жизнь здесь Это пустяки По сравнению с условиями На северо-востоке Здесь дождя так и не было И возможно, не будет Еще много недель Каждый день Приносит новые мучения Под лучами солнца Камни нагреваются До 50 градусов Цельсия Большинство деревьев Лишились листвы В попытках пережить Ужасную засуху Но даже Сохранившие листья деревья Возле подножия скал Не могут обеспечить едой Молодых капуцинов Все запасы пищи иссякли Обезьянам пришлось Покинуть свое убежище В отчаянных поисках воды Им знакомо дерево С этими странными плодами Обезьяны прокусывают в них дыру И выпивают драгоценный сок Освежившись, капуцины снова отправляются за едой Даже в самые тяжелые времена У капуцинов есть неисчерпаемый запас пищи Ядра кокосов Проблема только в том, что нужно проломить твердую скорлупу Молодняк знает, как это сделать в теории Но ему пока не достает умения Разочарование от неудач Приводит к досадной ошибке Но подрастающее поколение Учится на ошибках И перенимает опыт старших самцов Урок первый Проверь, достаточно ли прочен камень Чтобы расколоть орех Этот не годится Капуцины могут ходить прямо И это важно Руки у них свободны, чтобы нести камни Груз может весить более четверти веса самого капуцина Иногда нужно больше десяти лет Попыток, чтобы расколоть орех Залог успеха не только сообразительность Чем крупнее обезьяна, тем больший камень она может поднять Так что у старших самцов есть преимущество И вот она, победа Молодежь смотрит и учится Находчивые капуцины приспособились к жизни в суровых краях даже в самую сильную засуху После месяцев изнуряющей жары Земля выглядит безжизненной Деревья превратились в сухие палки Горные свинки голодают Они уже обглодали все листья И теперь едят кору Животные с северных плато привыкли преодолевать трудности Но если вскоре не пойдет дождь Будет много смертей Первые тучи за несколько месяцев Утро дарит надежду Звук, который здесь не слышали больше года Стук капель по горячим камням Не поздно ли для горных свинок? Вода стекает со скал вниз на высушенные долины Звук, который здесь не может быть За несколько дней дождь преобразил каменистые плато В последующие месяцы эта земля будет богата пищей Набив желудки, молодые обезьяны находят время поиграть Возвращаются калибри Когда наступит засуха, калибри вновь улетят Оставив этот край его коренным обитателям Центральные равнины Бразилии Неизведанные земли Породившие странных животных С невероятными способностями выживать В этой нелегкой среде обитания Программа озвучена на студии Велеса